И в синий угол приглашается Фархо Джон Алимов. Красный угол Валерий Ергалов. Следующий бой по правам боевого самбо нас ожидает. Сейчас боится из республики Саха Валерий Ергалов поднимается в клетку. Итак, синий угол. Фархо Джон Алимов, самбо Питер, республика, Таджикистан, 21 год. Вес 60 килограмм, рост 172 сантиметра. Красный угол Валерий Ергалов, спортивный клуб Славутич, республика Саха. 27 лет, вес 58 килограмм, рост 170 сантиметров. Кандидат в мастера спорта по самбо. Приветствую спортсмены друг друга и начинается поединок. Валерий Ергалов против Фархо Джона Алимова. Да, это у нас такая легкая весовая категория. Мухачи, так скажем, вес до 60 килограмм. Значит, все должно быть быстро и динамично. Лоу-киком проверяет своего оппонента Ергалов. Отвечает ему Алимов. Ну, пока такая разведка боем идет. Пытался фронт-кик сейчас боец из республики Саха пробить. И тут же попал захват. Фархо Джон за счет захвата ноги что-то сделать. Даже бедро пытается отбить. Пытался сейчас на бросок выйти Валерий. Зажимает своего оппонента в сетку. И сбивает его в партер. Да, и зарабатывает оценку. Хотя казалось бы, что сейчас Алимов больше в борьбе активности какой-то проводил. Но подхватил его Ергалов. Подловил. Да, но за счет сетки защищался в первую очередь Валерий Ергалов. И на центре ковра уже сделал сам хороший зацеп. Заработал 2 балла и делает удержание. Ну вот это новый опыт для обоих бойцов. Схватка идет не на ковре, здесь есть клетка. И соответственно, тут свои нюансы. Очень немаленькие, как мы видим. А вот то, что за самбовку сейчас Ергалов держал, это просто для того, чтобы соперника законтролировать лишнее секунду? Да, чтобы не вышел Фархаджон на болевой на ногу, чтобы не сбил его в партер. Ну и в стойку возвращает судья сейчас бойцов. Лоу-кик хороший Толимова. Сразу же стойку поменял Валерий. Попытка пробить Уширу. И хай-кик. Хороший хай-кик. Но в защиту пришел. Оба бойца часто меняют стойки, пытаясь так дезориентировать своего соперника за счет этого. Ну видно, что парни мастеровитые, искушенные в боях. Ну вот сейчас Алимов, мне кажется, допустил небольшую ошибку. И для Валерия хороший шанс или спину забрать. Валерий пытается, по-моему, провести удушающий, но там опять же сетка мешает ему это сделать. Брал он захват за куртку. Ну и хорошо он владеет зацепами, посечками. Опять посечку он перевел своего соперника в артер. Ну вот Алимов, мы видим, решил на ударку больше положиться. Подсказал, что нужно работать коленями, но, видимо, у Ергалова это не самая сильная сторона. Хотя он хороший сейчас удар всадил. Удар головой! Это боевое самбо. Вот это да! Видно, что не ожидал, прохожу на Алимов этого удара. Ну, вроде бы... Иногда он такой был. То есть, можно было прямо даже бы отсчитывать. И вот, да, выходит на удушающий, хороший удушающий за куртку. И жестко захватил. Я думаю, что здесь все должно закончиться. Нужно внимательность. Пытается, пытается Алимов выжать. Все, сдача, сдача. Да. Ну, вот сейчас мы увидели как раз всю настоящую технику боевого самбо. Тут и броски, и удар с головы прилетел, и удушающий такой очень хитрый. За счет именно самбовки. Было интересно. Молодец, да, Валерий Ергалов. Показал всю классику, так скажем, боевого самбо, что можно часто увидеть. Победу в этом поединке удушающим приемом одерживает спортсмен из красного угла ринга Валерий Ергалов, Республика Саха. И для награждения в октагон приглашается основатель настоящего отечественного бренда «Великоросс» Алексей Минаев. И чемпион мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо Иван Давиденко. Поздравляем Валерия Ергалова. Не зря такой путь проделал. Приехал, показал очень красивый бой, интересный, который сейчас в лучшие моменты мы с вами посмотрим, дорогие друзья. И очень уверенно победил. Мы у истока Руси стояли, мы просили надежная медь. Мы созидали ее и защищали, посвящая ей жизнь и смерть. Аплодисменты спортсменам! Аплодисменты спортсменам!